Балкария Балкарский народ В 1639 году по пути к имеретинскому царю Ливану II послы русского двора Елчин, Захарьев и Баженов две недели гостили в семье карачаевских князей Крымшамхаловых, живших в верховьях Баксанского ущелья, в ауле Эль-Джурт, близ нынешнего города Тернауза. Следующее посольство русского царя прошло в Грузию в 1651 году через Верхнюю Балкарию. Послов Толочанова и Иевлева радушно принял и снабдил провиантом, рючными животными и проводниками балкарский князь Артутай Айдаболов. В 1658 году в Москву направлялось посольство во главе с грузинским царем Таймуразом для налаживания русско-грузинских связей. Путь Таймураза пролегал через Балкарию, где к его свите присоединилась балкарская депутация во главе с уже упомянутым князем Айдаболовым. В Москве Артутай был радушно принят в Грановитой палате Кремля государем Алексеем Михайловичем на равнестой Муразом и получил в подарок 40 соболей. Упоминания о вольных обществах Балкарии встречаются также в десятках других русских дипломатических документах, а также различных описаниях региона 17-19 веков. Так в конце 18 века о балкарцах и дегорцах писали академик Паллас и путешественник Потоцкий. В 1773 году академик Гюльденштетт, а в 1802 году академик Клапротт оставили подробное описание селений, нравов, обычаев, экономики и хозяйства Балкарии. И это далеко не полный список документов, свидетельствующих о давней истории контактов представителей российского государства с балкарцами. Однако об активной фазе русско-балкарских отношений, которая впоследствии привела к присоединению Балкарии к России, можно говорить только с конца 18 века, когда военное решение вопроса присоединения Кавказа встало на повестку дня российской политики. В начале 19 века в состав Российской империи вошло грузинское Картликохитинское царство, а также некоторые Кавказские ханства. Однако между приобретенными землями и Россией лежали земли фактически независимых горских народов, которые оказали сопротивление усиливающимися влиянию имперской власти. Наиболее ожесточенные военные действия происходили в период с 1817 по 1864 год. Основными районами военных действий были Дагестан, Чечня и Причерноморье. В 1822 году был устроен ряд укреплений у подошвы гор от Владикавказа до Верховья в Кубани. В том числе была основана крепость Нальчик. Балкарские общества, неподвластные России, при погромах Ермолова служили убежищем для многих, несогласных с политикой царской администрации на Северном Кавказе. Это мешало России проводить активную колониальную политику. Генерал Ермолов, являвшийся на тот момент управляющим гражданской частью на Кавказе, категорически запрещал непокорным бунтарям убегать и расселяться в Балкарии и Карачае. В целях покорения этих областей и разгрома бежавших от Ермолова отрядов в Балкарии и Карачае, многие населенные пункты сжигались дотла и грабились беспощадно. Сам Ермолов отмечал, что ему не раз приходилось на четвереньках пробираться по утесам Верховья в реках Чигема, Баксана и Кубани. Кроме того, российское правительство в своей политике на Кавказе, наряду с военными средствами, применяло и экономические рычаги воздействия на горцев с целью призвать их к покорности и принять в подданство. Для непокорных и мирных горцев российскими властями были созданы различные условия в торговле и землепользовании. В конечном итоге такая политика Российской империи возымела действие. 11 января 1827 года в Ставрополь с прошением о принятии в подданство России приехала Балкаро-Дегорская депутация. Главнокомандующий царскими войсками на Северном Кавказе генерал Эммануэль принял присягу балкарских и декорских толбиев. В своем прошении о вступлении в состав России балкарцы и декорцы ставили условия, чтобы русским правительствам были сохранены все их древние права на владение землей и народные обычаи, свободное исповедание ислама и разбирательство дел по шариату, а также освобождение их от обязательного рекрутского набора. Командующий Кавказской армией генерал-адъютант Паскевич довел прошение до сведения императора Николая I. 2 мая 1827 года Паскевич был уведомлен о том, что государь с удовольствием узнал о подданстве горца. Эта дата и считается официальным днем вхождения Балкарии в состав Российской империи. Условия договора 1827 года были подтверждены делегацией балкарских князей во время их визита к российскому императору в 1852 году. Интересно, что декорцы приняли российское подданство не вместе с остальными осетинами, а вместе с балкарцами. Этот факт является лишним подтверждением того, что декорцы и карачаево-балкарцы еще недавно были одним народом. Даже после разделения все свои самые важные решения они принимали совместно. Балкарцы, раз присягнув на верность России, никогда не нарушали свои присяги. Россия, в свою очередь, гарантировала Балкарии целостность территории, сохранение внутреннего самоуправления и судопроизводства, неприкосновенность исповедуемой религии и обычаев, освобождала от уплаты податей, сохраняла право ношения оружия и ввиду малочисленности народа, обещала не призывать рекрутов из числа балкарцев в течение определенного времени. И следует заметить, что свои обещания Россия выполняла до прихода к власти большевиков.